Ну что же, приветствуем всех. И да, я еще помню, что у меня есть прохождение Starbound в виде стримов. Но поскольку мы там много всякой дичи творили, и получилось немного разрозненно, решил вот чисто по миссиям сюжета пробежаться. Ну и да, свои впечатления сразу скажу здесь, которые я, кстати, озвучил уже и на стриме. Сначала у меня была мысль, что разработчики просто переголели, но затем мне сказали, что какую-то они игру после этой такие создали. А значит, нам стала и просто неинтересна их собственная игра. Я делал такой вывод по двум критериям. Во-первых, элемент выживания попросту заброшен. То есть там в элементах крафта есть заглушки, которые были созданы, судя по всему, во времена раннего доступа, чтобы игроки слишком рано не получали те или иные плюшки и их не убрали. Потому что для баланса они абсолютно абсурдные, и иного объяснения тому, как они предоставлены здесь, я не вижу. Ну и, соответственно, по сюжету та же история. То есть если первые квесты нам какую-то именно что историю стараются рассказать, то по данным все сводится к банальному «Приди на стучи». Ну и, разумеется, поскольку дело касается только сюжетных, никаких финальной миссии «Миротворзов» и «Пингвина» здесь не будет. За что приношу свои извинения. Ну а так, поскольку у нас, судя по всему, по канону должен быть именно газовый представитель вида, поскольку со всеми остальными расами взаимодействуем, кроме вот этих, значит и он и станет у нас главным героем. Режим легкий, потому что, во-первых, мне надоело кормить еще робота, когда он был под моим контролем, а во-вторых, ну, едить, это газовое существо, что оно должно есть. Ладно, начинаем. «Роснись!» «Росыпайся! Ты так все проспишь!» «Сейчас замерзим ближайшими персонажами, дверями и другими объектами, должен навести курсор на житие, если ты сжас забодрился!» «Рокоримся в личном шкафчике. Весьма впечатляет, что ты можешь оставаться таким спокойным, даже когда поздушь. Ты молодец!» Нет, минки болтать нет. Да-да, спешим внутрь до начала. Ну, кажется, странно смотреть на отсутствие лица, но как-то не очень опригнулись их метки лицевые. «Роспайся!» А, виноват. Задумался. Забыл про честь ее слова. Ну, будем считать, что кратко. Мы рады, что все здесь сегодня собрались. Во имя мира, добра, всеобщего процветания и все такое. «Роспайся!» 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 Да, у нас сразу здесь небезопасно На старую площадку Бежим Кстати, наверное, здесь момент, когда мы увидим какие-то тела Дальше все будут телепортироваться И даже по утверждениям самих существ Которые обитают в этом мире, они будут перерождаться Ну, в смысле телепортироваться куда-то Объекты То есть, нам как бы намекать, что никто здесь на самом деле не погибает Из-за чего ситуация с премьером как-то немножечко неестественна Субтитры делал DimaTorzok 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 И да, это уже к вопросу сюжета Получается, мы что, были единственным, кто спас Ну, точнее, то, что мы единственным, кто спас DimaTorzok Это еще ладно А где остальные вот эти вот хранительные мира Или как они тут называются, вот эти вот Протектористы Перезагрузка Меня зовут Сэйл Я корабль НИИ Я поддерживаю корабль в рабочем состоянии Также запрограмм, чтобы давать информацию и советы Для меня была таковая известная сила И последняя была полностью уничтожена Но эта система корабля была повреждена Пограмм бежаля В нашем местоположении известно Ну да Сурули на планету Я даже не помню Я сейчас договорил свою мысль о том, что Несеместно, куда остальные хранительные мира Испарились Просто я очень сомневаюсь, что по всей галактике Вот этот вот небольшой зал Это все хранители, которые были И что они вот прям специально прилетели для коронования Ну точнее, посвящения Одного новичка Может быть, у них других дел не было Да-да Древесину мы нашли Ммм, кстати, нам повезло Хотя бы врата рядом Мы в этом вообще на другой стороне планеты оказываются Та еще раз забегать И вот так медленно все собирать Нам, конечно, еще камни потребуются Надо было чем защищаться Да и в принципе В первом квесте лучше оружие, чем Охотчивые копья Едва ли получится найти Много нам, конечно, не нужно Думаю, полусотни хватит В первом квадрате зависит от того, какое именно подземелье попадется Надеюсь, этих бревен хватит Да-да, древний источник Все, мы увидели Пошли дальше А потом в другую сторону Очень не хочется прыгать по этим горам Муторно долго Но можно ждать, что буквально за горой стоит То, что мы ищем И мы сейчас просто в пустую Очень долго будем гулять Будем здесь хотя бы до вечера мы успеем Не помню, сколько именно камней потребуется, но Пока что надеюсь хватит О, даже так Внезапно на этой планете появился торговец Почему бы и нет Учитывая, что местная система генерации планет Ни какими ограничениями, судя по всему, не наделена И да, я, наверное, об этом забыл упомянуть Но мы сейчас только с одним единственным модом Точнее, с двумя И считать, русификацию Это мод, который Показывает, кто на планете обитает Это необходимое исключение для того, чтобы Не бегать невыносто по планете Высматривая, какие пустыни там есть А сразу узнать, стоит ли туда спускаться С целью нахождения объектов для выполнения Поиска Так, слишком уж залежать Потопаем Приобрести мы сейчас ничего не можем Так что, что есть, что нету Так, вот это может потребоваться в дальнейшем Потому что единственный способ нормально Получать средства Это фермерство Охота ничего не даст Ну, можно, конечно, еще просто посещать одну планету за другой И хватать все, что плохо лежит Но ходят слухи, что чем больше планеты открыты Тем медленнее Будет работать сама игра Замечательно Ну, давай так, что ли Да, здесь все еще хуже Ладно Попробуем там хотя бы запрыгнуть можно Забавно А ведь при одном из тестовых заходов Буквально Врата и шахты находятся буквально друг напротив друга Что мешало сделать Равное расстояние При генерации стартовых планет Для меня остается загадкой Нет, конечно, есть такое универсальное объяснение, как лень Но я так понимаю Базовые планеты создавались еще до того, как Разработчиком стала лень совсем уж Базовые планеты Это плохо Эх А, хотят бы становиться все равно вниз Так что, может, не так уж плохо Главное Не помирить между делом А, земли практически нет Глупо вышло Благо В данной ситуации, поскольку Голода нет Любая принятая пища позволяет регенерировать Да, все-таки мы до ночи не справились Печально Печально, печально Это, к слову, о динамичности игры Еще один, кстати, неприятный момент То, что опасные существа от не опасных Ровно ничем не отличаются Ну, по крайней мере, те из них, которые генерируются случайным образом Ну и соответственно, количество всех этих агрессивных существ Малость неадекватна Малость не предоставляет да опять же вот разработчику было невдомек сделать хотя бы на стартовой планете где у нас еще нет способности к нормальному более свободному перемещению сделать более адекватную генерацию всех этих гор чтобы они не отвесами формировались через которые пройти без спецнавыков нельзя и да и не видеть моды это все исправляет но опять же речь идет о чистой версии которую нам предоставили разработчики фрагмент ядра очень важно ищется но нам не для нее так что сделала оттуда занята вот что-то не подумал об этом здесь же всегда есть некий гид который объясняет что ищешь ядра давай сюда так тем временем нам нужно оружие надо как ни странно самое эффективное оружие из доступных нам больше часа времени делается на фермерском старе хорошо а теперь медленно и непринужденно все это изготавливаем и опять же не всем ясно зачем вот это было сделано то есть если бы элемент выживания здесь был действительно продуман это бы могло как наверно влиять но так это просто скучное нудное затягивание хорошо копия даже больше чем надо было но ничего страшного жаловаться не будем единственным минусом этих копия является что у них есть период перезарядки скажем так о и даже она да кстати по поводу нахождения всякого метательного оружия его мы по итогу находим в таком количестве что ты можешь даже финального противника просто закидать еще останется это как и 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 Хорошо В принципе, это все яды, которые нам нужны Так, берем все, что можем И дальше даже не заморачиваемся Просто, как мы помним, у нас же Рядом с местом высылки Врата Так что это наиболее быстрый путь И да, когда первый раз играешь, думаешь, что надо исследовать Потом все найти и нет Просто потом высаживаешься на каждую планету Оббегаешь по кругу, собираешь ящики, столы Ну, точнее, заглядываешь в ящики, в столы И находишь кучу всего В избыточном количестве Кажется, конечно, что требуется помощь Слева самая сильная, не зависит от этого Используй древние врата Ставит лица мной на руинах овчега Сразу за ванпостом В дальнейшем, конечно, постараюсь избежать вот таких вот Мытарств Но Для наглядного показателя Насколько вот здесь все динамично и увлекательно Увы, пришлось показать вот таком вот Первозданном, скажем так, виде Здравствуй, дорогой Это тот самый непонятный материй Отлично, значит, это мой защитник Мне жаль, это говорит, но возможно, это последний Кто уже поступит в человеческом разрушении земли Опять же, то есть все защитники по какой-то причине сидели на земле в этот момент Мы должны были встретиться, это, к сожалению, неизбежно Меня зовут Тестер Брайт, или же Великий защитник в отставке Я был на это место много лет назад Это непростое решение, но моим исследованиям нельзя было пренебречь Я был уже необобразимый, давно забытый в наше время вещи Давным-давно существовала сила, известная как создатель, сохранявшая равновесие вселенной Это собой источникам мировой гармонии Такой порядок длился немного чисто Ой, нечистое множество веков Но в этом спокойствие вшел конец Возникло нечистое, сроковаясь ненависть разрушения И имя ему разрушитель Как находчиво Разрушитель не выносил жизни в его форме И сел разрушение по всей вселенной Наверное, интересно разрушить сам форму жизни Или как Создатель боролся со всех сил, чтобы соминить жизнь И преуспел в этом, но западал чудовищную цену Боюсь создать поверх разрушителей Запечатывая вас, оградив от всего мира Но при этом создать полностью шпал свою энергию Перед тем, как его последняя энергия расселась Создатель длил 6 из самых разценными артефактами Эти шпалки, будучи собранные воедино Образуют ключ, который открывает врата к разрушителю Ее теми самим не рушатся Мы должны обвинять артефакты И разрушители полностью уничтожить его Я прошу слишком много от тебя Но мне правда нужна твоя помощь Артефакты распространены по звездным системам Я не могу найти их в одиночку Мы должны найти их Основные разрушители Прежде чем другие планеты разделить Тучи Земли Хорошо Да-да, победим Глазом ворот не будем Ну и как я уже отмечал Вот это вот великое сюжетное творение Как обычно Мы непонятный Крендис Бугра Внезапно уничтожим существо Которое уничтожило местное божество А действительно, а почему бы нет Ну и да, только сейчас заметил Кстати, то что Получается еще во времена Вот этого некого создателя Были глюканутые роботы Однако, здрасте Не, просто по идее Учитывая, что у этих роботов Есть роботы с самосознанием Должны быть где-то роботы Которые помнят Тысячи лети истории вселенной Жаль, что разработчики Не додумались ввести этот сюжет Хотя, быть может Они и могли бы ввести Если бы просто не забили Ладно Хватит пока что возмущений Так что на этом Пока что все Субтитры сделал DimaTorzok